Встречу с музыкой и плакатами активисты назначили у ворот своих прямых оппонентов у Генерального консульства Южной Кореи. Собравшиеся пришли высказать свое мнение насчет политики соседних государств в отношении КНДР, которая восхищает митингующих своей позиции. КНДР всегда обладала независимым мнением, она никому не подчинялась, то бишь государству, и всегда выражает именно свою волю. Оправдывают активисты и испытания водородной бомбы, которые в Северной Корее провели 6 января, что вызвало не только волну возмущения мировой общественности, но и землетрясение магнитуды в 5 баллов. Таким образом, выяснение отношений на уровне политики поставило под угрозу экологическую обстановку, причем не только в пределах корейского полуострова. Проблемы взаимоотношений Северной и Южной Кореи в нашей стране озабочены в основном на высшем уровне. Однако интересно узнать то, что думают те люди, которые живут от эпицентра конфликта буквально в 300 километрах, то есть у жителей Владивостока. Они близко, но я думаю, что они не настолько глупы, чтобы начинать это все. Думаю, что конфликта не будет. Северная Корея вообще такая, по-моему, непредсказуемая страна и возможность ядерного оружия, все возможно, хотя неизвестно, есть ли оно у них или нет. Да нам своих надо лишить проблемы. Какой тут Корея? Надо у себя дома порядок навести. Никакой опасности в таких испытаниях почему-то не видят и митингующие. Напротив, такой шаг со стороны соседей даже поддерживают, считая, что это взрыв лишь капля в море. Я думаю, наша экология уже и без того загублена. И испытания водородных бомб, наверное, сильно не повлияют, как мне кажется. Они защищают свое государство. Это меры сдерживания агрессии других стран, которые проявляют агрессию в отношении КНДР. И они имеют право защищаться. Основная идея такого митинга – осудить политику США и Южной Кореи в отношении Кореи Северной. Поэтому для эффекта плакаты сопровождались музыкой. Причем треки в этот раз выбирали с особой тщательностью. Здесь поет знаменитая группа «Маранбон». Это международная группа КНДР, которая поет песни о достижениях Народной Демократической Республики под руководством товарища Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Однако за полчаса выступлений, в том числе и музыкальных, к митингующим так никто и не вышел. Сообщения консулам, видимо, передадут сотрудники, которые происходящее снимали на камеры мобильных телефонов через решетку ворот. Инна Щедрова, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.